Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, соответственно, вот такие размышления. Если я нахожусь в профессиональной позиции, имею ли я право испытывать сложные чувства? То есть если я терапевт, я нахожусь рядом с клиентом, то как мне испытывать эти сложные чувства? И могу ли я, например, тогда уставать или болеть или злиться? Ну, уместен и вопрос наоборот. Если я устаю, болею, злюсь или если мне стыло или еще что-то такое, да, то имею ли я право называться терапевтом? Продолжение следует... А вот еще такой момент. А признают ли меня коллеги, если я им покажу свою уязвимость или поделюсь, что у меня что-то не получается? И вообще, как мне с этим быть? Может, мне это надо как-то скрыть? Лучше даже от себя скрыть и не заметить это, да? И вот на фоне всего этого есть какие-то фантазии, что существуют где-то там успешные люди. Успешные, скажем так, психотерапевты. Они, очевидно, успешные, энергичные. Они очень эффективные. Это все через запятую. И они где-то живут. На каком-то, наверное, Олимпе. Не знаю. Как же туда попасть, на этот Олимп? Как стать таким же? Как стать эффективным? Как повысить свою эффективность в профессии? Как стать эффективным клиентом? Как стать эффективным терапевтом? Как стать эффективным супервизором? Ну, здесь, конечно, возникает где-то тема стыда. Понятно. И вопрос тогда приобретает еще такое тено. Как эффективно справиться со стыдом? Как так эффективно с ним справиться, чтобы стыда не было? Может быть, чтобы от него убежать? Что бы он нас не догнал? В общем, мы подумали и решили, что сегодняшняя лекция была бы уместна, если бы мы ее посвятили теме нарциссизма. Таким охом и охом я надеюсь, что мы, видимо, попали в точку. Потому что такая сложная тема, емкая. И мы с вами, как бы сказать корректно, поскольку мы с вами все нарциссичные люди, и мы, и вы, и, конечно же, такие люди очень много читают про нарциссизм. Ну, правда, я уверена, что вы столько всего прочитали про это, знаете и так далее. И, в общем, нет задачи прочитать эффективную лекцию, да, но, может быть, есть задача как-то поговорить про нас и попробовать вот что-то немножко открыть, может быть, шире, а в какой-то момент, может быть, даже сузиться. Потому что мне, правда, хотелось бы говорить вот о нас, о нашей профессии, и о нас в профессии, потому что, о себе в профессии, потому что, мне кажется, это как-то здесь все про это. Ну, во-первых, наверное, нужно немножко как-то сказать, да, если я буду говорить о нарциссизме, о чем я буду говорить, потому что разных определений много, и я не собираюсь его как-то давать. Но мне хотелось бы говорить здесь об этом в контексте самоуважения, вот, потому что, как бы мы это ни поворачивали, мы все равно возвращаемся к этому пониманию, что мы все с вами люди, и, ну, мы нуждаемся в том, чтобы уважать себя. Вот, если у нас есть самоуважение, то тогда нам, ну, как-то удается в жизни жить, можно так сказать, потому что, ведь это распространяется на все сферы жизни, да, не только на профессиональную, на личную, на связи, на отношения, значит, нам, наверное, удается как-то быть в отношениях, любить, быть любимым, не знаю, получать удовольствие, чтобы нам что-то нравилось, и тем самым чувствовать вкус жизни, да, в жизни там, где мы можем получить удовольствие. Вот. И при этом, конечно же, жизнь наша, она не такая простая, то есть она сложная, и эти сложности, они разного рода, да, это могут быть какие-то крупные неприятности, а это может быть что-то маленькое, что-то вот сейчас, в нашей ситуации, например, опоздал на лекцию, стула, как будто бы нет, и неловко там стоишь, и как будто бы вот что-то уже не так пошло, чуть-чуть. Ну, то есть вот разные вещи. И поэтому у нас все время есть такая задача, как-то справляться с этим, как-то это все регулировать, восстанавливать, приводить в какое-то такое состояние, чтобы мы могли продолжать жить. То есть в каком-то смысле нам приходится залечивать раны, большие и маленькие. И это приходится делать непрерывно, вот, и от того, как мы эффективно и успешно, хочу себе позволить пошутить, ну, как нам удается, да, вот это все сбалансировать, от этого, в общем-то, какая-то наша удовлетворенная жизнь, она у нас есть или, может быть, ее не хватает. Вот. И здесь еще есть одно слово, близкое к самому предложению, это другое слово, но оно близкое в контексте этого, это самооценка, вот, потому что, конечно же, все, что мы делаем, подвергнуто оценке. Это и внешние оценки, вот, но, естественно, это подвергается и внутренней нашей, нашей собственной оценке, то есть в некотором смысле это всегда ретрофлексия, потому что это что-то, что направлено на себя, вот, в родном образе, так же, как самоуважение. В этом тоже есть такой ретрофлексивный компонент, что они есть, плохо, конечно же. Вот. И можно сказать, что мы находимся в таком, при выстраивании вот этого самоуважения, да, мы как бы выстраиваемся, настраиваемся, с одной стороны, между привязанностью, между тем, чтобы быть с другим, сохранить нашу связь, быть в этой связи, и между нашей способностью сопротивляться ранам, которые нам нужно лечить и залечивать. Вот. И это, конечно, такой очень важный такой, ну, как бы два каких-то, ну, можно сказать, даже не то, чтобы полюса, но вот ориентира, относительно которых мы движемся, и мы как-то здесь можем смещаться, да, в этом пространстве, ближе, например, в сторону все-таки связи, какой-то надежной связи, качественной связи, вот, или в сторону какой-то хрупкости, и тогда что-то у нас здесь идет, может быть, по-другому. Ну, мне здесь хотелось бы еще сказать о том, что, может быть, я буду говорить об этом в каком-то индивидуалистическом ключе, вы знаете, что гештальт-подход это все-таки центральный, является парадигма поля, но когда я так говорю, может быть, это звучит как то, что это проблема одного человека, вот он один такой, что-то вот он не может, он не справляется и так далее. И мне сразу хочется это поправить, сказать, что это, конечно, не так, потому что все, что происходит, оно происходит в ситуации, во-первых, об этом уже говорили, и оно происходит в определенной среде, то есть рядом с другим. И вот эта способность регулировать или дезрегуляция, она сильно зависит от того, какова эта среда. И потому что среда всегда в этом участвует. Опять же, есть какая-то маленькая среда, это кто-то, кто совсем сейчас рядом с ними находится, но всегда есть среда, так сказать, большая, и масштабы этой среды, они уже дальше где-то там теряются. Вот. И вот самоуважение, как что-то сильно ценное, как что-то хорошее, как что-то, что вам удалось в этой жизни построить, в этом всегда присутствуют следы вашей хорошей среды. То есть это означает, что там есть та среда, которая сделала это возможным. И здесь мы, конечно, снова вспоминаем Винникота, про его достаточно хорошую мать, потому что не бывает идеальной среды, но бывает какая-то среда, которая что-то может или что-то старается, и старается вам что-то вернуть. Мне хотелось бы здесь выделить какие-то, может быть, характеристики в контексте нашей темы такой, наверное, среды, которая, в принципе, достаточно хорошая и могла бы как-то помогать вот в этом заречивании, в этом настраивании. И, может быть, это будет еще адресовано потом к работе терапевта. Так что это тоже важно. Во-первых, это, конечно, среда, которая сама способна уважать. Это очень, на самом деле, много, потому что, если кто-то вас уважает, но в разных ситуациях, неважно, что там с вами происходит, ошибаетесь вы намеренно, там специально, еще что-то там, но если среда способна уважать вас, ваш процесс, ваш симптом, вашу жалобу, вас самого, во всем этом, это, конечно, можно сказать, фундаментально важно. Эта среда, она эмпатична. Она, скажем так, достаточно чувствительна к тому, что с вами происходит. То есть она может уловить какие-то нюансы. Может быть, она не все может назвать, но уловить она может. И тем самым, конечно же, ей отразить, да, и тем самым, конечно же, понять, почувствовать, в чем вы находитесь. Я думаю, что это среда, которая способна смягчить удар. То есть она может дать утешение, я бы сказала так, потому что иногда бывает, что что-то нельзя поправить, например, но очень важно иногда искать утешение, да, и дать утешение тоже что-то, что опирается на эту чувствительность, конечно, на эту видимость и на уважение, на признание того, что это, может быть, даже что-то непоправимое. И я хочу вернуться к той лекции, которая была у нас до этого, когда Макс и Нина говорили про терапевтические отношения, и там Нина говорила про доступность терапевта и способность его к экспрессии. Вот. Я думаю, что вообще это все, что я говорю, это все, наверное, по-своему раскрывает доступность, потому что это такое понятие, может быть, слово какое-то, ну, по-разному, понятное или непонятное, но, да, быть доступным, быть открытым, быть немножечко как, ну, сейчас такой метафорой приходит, как мембрана, да, которая улавливает что-то, быть кем-то, кто улавливает, то есть быть кем-то, на которого что-то может оказать влияние, то есть если я доступна, это означает, что ваши взгляды меня трогают, не меня касаются. Это может вызывать у меня разные переживания по разным спектре, по разным приятным и неприятным, но я себе позволяю затолкнуться и заметить вот именно этот аспект. И экспрессивность в том смысле, что я это переживаю, и вам доступно видеть мое переживание. Может быть, я его не называю, может быть, я его не говорю, но вы видите в словах, в повороте головы, во взгляде, в позе, вот, в этом феноменальном теле, да, в движении, мы это все видим. Это среда, которая не эксплуатирует, не идеализирует и не подчиняет, не пренебрегает правами. То есть это тоже очень важно. Когда мы говорили о функциональных связях, это такие связи, в которых очень легко стать эксплуатируемым, потому что когда кто-то превращается в функцию, то, в общем-то, здесь он обслуживает, да, обслуживает что-то, и, в общем-то, это близко уже к этому момент эксплуатации. Вот, ну и так, чтобы немножко так подсократить, да, сохраняет близость, сохраняет свое достоинство, при том, что признает свое несовершенство и ограничение. То есть это, пожалуй, наверное, ну, фундаментально важно. Если есть рядом с вами кто-то, кто может сохранять свое несовершенство, не теряя своего достоинства, то есть для вас это, конечно, всегда будет дорога к тому, чтобы вы тоже могли это обрести и в разных ситуациях тоже не терять этого достоинства. Ну, вот это все, конечно, я уверена, что вы все это знаете. Вместе с этим, если мы с вами оглянемся по сторонам, мы увидим, что в нашей текущей ситуации, ну, скажем так, в социальной ситуации нашей, в социальной ситуации развития, многих из этих компонентов уже давным-давно не хватает. То есть мы живем в таком, можно сказать, обществе, которое с 60-х годов очень сильно взяло определенный крен, то есть оно сдвинулось, и можно даже так пошутить иронично, сказать, что это как бы общество новых людей, да, человек гиперсовременный, человек гиперсовременный, тот, который очень современный, который вот все может, всегда в тренде, все улавливает, такой вот модный человек, да, в общем, он вписан в обществе и так далее. Кстати сказать, психотерапевты, это ведь профессия такая немножечко маргинальная, в этом смысле важно это не забывать, что мы как раз с вами, вот помимо того, как терапевт становится зрелым, таким профессиональным, он все больше и больше из этого выпадает, он как бы вот маргинализуется. Да, и действительно общество современное, оно очень соревновательное. Это очень ярко можно почувствовать в тех же самых группах, да, когда вы находитесь, когда мы берем какие-то количественные измерения, сколько у кого, а сколько у вас клиентов, да, а сколько вы клиентов в неделю принимаете? Ну, ну, там я, ну, я принимаю так 20 человек, 20 человек, понятно. А вот еще такая группа, еще вот такая группа, да, а ты уже начал вести такую группу, ты уже, а я уже веду там первую ступень и так далее. И да, вот эта вот соревновательность, она, конечно, отравляет на самом-то деле, потому что она порождает, а потом, буду позже, надеюсь, успеть все говорить про зависть. В общем, начинаешь хотеть чего-то, чего, в общем-то, может быть, ты не хочешь, но это другой точно хочет, и раз он хочет, значит, тебе тоже нужно, и нужно побыстрее это все. Вот. И проблема, конечно, очень большая, получается, такой размытости связи, потому что связь становится какая-то размытая, она построена на вот этой эффективности, на практичности, на прагматичности, на том, как кто-то с чем-то справляется, и какие-то другие аспекты переживаний сюда уже не выпадают, не проясняются. В общем, связь становится очень хрупкой, и, в общем-то, это очень, конечно, сложно. Вот. Ну и, конечно же, это общество, где нужно заботиться об имидже своем, потому что, боже, у вас нет страницы на Фейсбуке, а Фейсбук уже нельзя, значит, на какое-то другое место. А вы, допустим, запретили, а где теперь пиарятся, да, а вот это запретили тоже. Вот. А как перенести все свои записи из Инстаграма в какую-то новую, там, допустим, сеть? Это все, конечно, может быть, мелкие вещи, вот. Вот. Но я позволю себе высказать свое личное сомнение сейчас, когда я знаю, что некоторые люди работают как блогеры, и когда это через Дефис превращается еще в психотерапию, я каждый раз немножечко, лично я, я немного удивляюсь, потому что я, правда, думаю о том, что, вот, как терапевт, являюсь ли я достаточно, чтобы мне быть доступной с моими клиентами, должна ли я быть такой открытой, допустим, в соцсетях или нет. Это ведь очень важный вопрос. Я думаю, вы решаете это как-то про себя. Вот. И таким образом, все это пространство такое, оно у нас на самом деле, мне кажется, очень модно быть сейчас психотерапевтом. Такой поток людей идет учиться. Когда-то я начинала, в 90-е годы я начинала, и когда я начинала работать в клинике психиатрической, психологом, мне родственница говорила, резида, ну, подумай, психология резида, ну, тебе, ну, бухгалтером надо быть, вот. Ты можешь на мясокомбинат устроиться, у тебя всегда дома будет колбаса. Вот. То есть настолько люди были, это все было настолько, как бы, вот, не актуально, не модно, не популярно. Вот. И в каком-то смысле это было, наверное, и хорошо, потому что тогда надо было идти, продираясь сквозь вот эти все сомнения, и, как бы, вот, через это что-то кристаллизовалось. Сейчас, когда уже нет возможности так сомневаться, потому что всем очевидно, что это что-то такое ценное, хорошее. Вот. И, соответственно, в итоге что же мы видим? Мы видим вот такую размытость образа «я», некоторую такую размытость и разорванность связи, когда очень сложно сказать «мы» и сложно к кому-то присоединиться, потому что если я к кому-то присоединяюсь, возможно, я теряю свою уникальность. Здесь мне хочется напомнить вам миф о нарциссе. Помните, есть несколько мифов о нарциссе, я уж не устала сразу про них говорить, но вы наверняка знаете. И практически во всех из них описан такой момент, когда эхо, нимфа, эхо, она решается выйти из леса и протягивает руки нарциссу. Но говорить она не может, а это тоже очень интересно, это тоже про нарциссиста. Я прям себя как-то волнуюсь, когда вам про это говорю, мне кажется, это что-то очень важное. И она ему протягивает руки, а он ей говорит «пади прочь». От меня. Хотя до этого она его отражала, она говорила вот эти слова, которые говорил он, и он ее искал. И вот это действительно мы очень сложно выстроить, потому что если я, если они появляются еще кто-то, то нужно слишком потеряться в этом. И вот этот образ себя, такой застывший, прекрасный, и тоже в этом же мифе, вспомните момент, но это на самом деле на одном из них очень хорошо описано, когда нарцисс смотрится в воду, и его изображение, оно такое красивое, и вода, она такая гладкая. И когда он уже понимает, что это он, что ему дошло, что он видит самого себя, и он влюбился в себя, и он плачет, потому что он никогда не сможет с этим соединиться. И его слезы падают в воду, и начинаются разводы, муть по воде идет. И этот образ прекрасно начинает колыхаться. И тогда нарцисс плачет еще сильнее, потому что он теряет того... И здесь мы, конечно, думаем о страдании нарциссическом, которое возникает, когда вот этот образ, он становится таким дрожащим, когда он разлетается, когда вот это идет, полыхание по воде, да, и невозможно. Хотя, наверное, в этом месте и происходит какое-то, может быть, пробуждение, понимание, какое-то движение куда-то. И еще одно переживание тоже здесь, которое как-то нарастает, и я с этим тоже знакома по нашим группам, или это звучит, иногда это скука, которая возникает как отсутствие эффективности, продуктивности. Ты ничего не сделала, ничего сегодня не сделали, не получилось столько клиентов принять или еще что-то. Вот мы говорим о чем-то таком не личном, не профессиональном, да, и вот это переживание скуки, оно возникает и тоже показывает, что это все время надо что-то делать, все время надо быть в чем-то, и тогда будет все интересно и зажигательно, и все хорошо будет. И вот такой тоже еще момент, тоже из групп, когда, и возможно вы это знаете из других моментов тоже, что очень сложно дать обратную связь. Обратную связь нужно давать на каких-то кончиках пальцев, потому что если чуть-чуть похвалить, то может ранить. если чуть-чуть будет звучать какая-то критика, это тоже может ранить. У нас как бы вот такой момент, что между Сциллой и Харидей, и в то же время есть большая нужда в этой обратной связи, в то же время, если вот в этой обратной связи звучит хоть элемент какой-то оценки, положительный или отрицательный, это действительно может ранить. вот сейчас я посмотрю, сколько у нас времени. 28. Да, наверное, здесь я хотела бы вам предложить, может быть, вспомнить какой-то или момент на интенсиве. поскольку мы говорим с вами о хрупкости, и я хочу еще сказать, что это не что-то, что нам не свойственно, наоборот, нам всем это свойственно, да, при том, что это свойственно всем, и вспомните, опять же, в этом мифе, когда нарцисс заталкивает эхо, она убегает в лес, но она убегает в лес от чего? От отвержения, и она убегает еще в лес от стыда, ведь она открылась, и невозможно быть, да, то есть это как бы рана одного человека, а рядом рана другого человека, то есть есть возможность сравнить друг друга взаимно. Наверное, мне хотелось бы вам предложить, может быть, вспомнить какой-то момент вашей хрупкости на интенсиве, был ли такой момент, когда вы испытывали хрупкость, вам хотелось, чтобы ваше отражение, но туда не попадали капли, чтобы оно не развивалось. Мне кажется, это очень важное переживание, важный момент, если вы его уловите, вы можете заметить, как сейчас с этим переживанием вы сидите, как вы выжите, как вы принимаете это переживание в своей позе, как вы располагаетесь, и как вы себя сейчас поддерживаете, на что вы опираетесь, держите ли вы себя руками, вот так или так, чувствуете ли вы какую-то опору, и я вам могу предложить заметить, как вы справились на этом интенсиве, когда вы спрашиваете. что вам помогло? Кто вам помог? Кто был, Вианна Саня? Просто этого не есть. Мне кажется, что я могу себе позволить предположить, что в том, что вы вспоминаете, наверняка очень много есть стыда, потому что стыд, это что-то центральное в этом процессе. И здесь мне хочется сказать, что, конечно, стыд бывает разный, бывает, можно сказать, такой маленький стыд, который мы можем принять, который мы можем пережить, прожить и разделить с другим. Но, возможно, есть и какой-то, скажем так, большой стыд, который, как яд, что-то отравляет. Действительно, в переживании стыда мы скорее хотим исчезнуть, замереть, исчезнуть, упасть ниже клинтуса, как-то раствориться, стать невидимым, потому что в стыде, конечно, очень много видимости. Но в стыде есть еще всегда, на самом деле в стыде всегда есть другой, потому что только благодаря ему возникает этот стыд, и без этого другого этот стыд никак не возникнет. И я думаю о том, как мы можем действительно вместе принять этот стыд, как мы можем сделать этот стыд переживаемым и разделить его. И я хочу сказать, что сколько не занимайся терапией, сколько не занимайся личной терапией, не учайся, не совершенствуйся, всегда есть место страдания ловкости. Я, например, чувствую себя очень уязвимой сейчас, когда я с вами тоже про это говорю, потому что я тоже очень виден, и как-то вкладываются мои речи, как-то я до вас дотягиваюсь, возможно, не дотягиваюсь, и что-то мне тоже удается, а может быть, что-то мне тоже не удается. И я понимаю, что мы все время тоже что-то оцениваем. это невозможно избежать, то есть это с каждым будет происходить, со мной сейчас это происходит, и с вами это может происходить. То есть единственное, что я могу вам здесь сказать, что, может быть, мы можем как-то в этом попытаться задержаться, побыть вместе, как-то разделить, понять, что я являюсь условием вашего стыда, может быть, а вы моего как-то таким образом в это погружаемся. и мне еще хотелось бы, конечно, сказать по поводу таких чувств, которые скорее можно отнести к какой-то защите от стыда, потому что там, где он не принят, там, где он не услышан, не увиден и не прожит, там могут быть разные системы, если сейчас я позволю себе чуть-чуть уже отвлекусь, я не буду говорить о теориях, потому что это уже ту мач для лекции, а вы наверняка можете прочитать, но если посмотреть на разные концепции, мы можем увидеть два таких больших подхода, в одном подходе стыд это ну скажем так нарциссическое да стыд, это кто-то, кто не увиден вовремя, ну как цветок, который не палит, не отражен, не хватило света, не хватило внимания, тепла, вот, но и тогда мы должны быть эмпатичными, чтобы это увидеть и принять, но есть и другая, другие подходы и другой взгляд тоже он имеет право на существование, тоже очень важно, когда этот цветок, который растет в отсутствии может быть увиденности, тепла, эмпатии, отражения и так далее, он мутирует, он мутирует и возникают какие-то наросты, возникают какие-то ложные ветви, какие-то странные корни и тогда мы говорим с вами о каких-то таких явлениях, о которых я раньше говорила, о грандиозности, нарушении границ и так далее, поэтому мы говорим о системе защиты от стыда, то, конечно, нужны какие-то системы защиты, если этот стыд не принятый и не пережит. Вот, и зависть, да, зависть здесь как раз такая тоже такое переживание, зависть нам быстро покажет, что есть у другого, чего нет у меня. Я уже говорила об этом конкретном терапевтическом развитии, а-ля развития, такого немножко искусственного, через количество. Но я думаю, что зависть как токсическая зависть, она всегда возникнет там, где я не знаю пути, как мне получить то, что я ищу. То есть это возникает только там, где я соблазнен и, можно сказать, отброшен. Это возникает только там, где есть очень жесткая застывшая иерархия. И я никогда никуда не приду. Я всегда буду кем-то, кто будет нуждаться в контакт, кто мне что-то будет давать. То есть мне нужно будет здесь сильно зависеть от другого человека, потому что если я не смогу обрести в себе способность что-то создавать, мне только придется играть и быть зависимым. И тогда страшно быть и зависимым тоже. Здесь можно отвергнуть того, кто тебе что-то дает, или не приблизиться, или не попросить. Вот эти все переживания, да, как раз таки тоже у нас здесь есть. Или например презрение. Я презираю пусть тебе будет стыдно, а не мне. такая форма отдать это другому человеку. Или например ярость, когда я хочу уничтожить то, что на меня нападает. То есть все эти наросты в каком-то смысле то что здесь может возникать. да, я не говорила еще про бесценивание и идеализацию, но это уже какая-то такая классика. Поскольку действительно мне нужно что-то идеальное, да, мне нужно что-то идеальное, ты тоже должен быть идеальным, у тебя нет права на ошибку. У меня нет права на ошибку. Ни у кого нет права на ошибку. Это очень тяжело. Я на самом деле не представляю, как может развиваться терапевт, если у него нет права на ошибку. Как может вообще развиваться ребенок, если у него нет права на какую-то ошибку. Я думаю, что это невозможно. Мне хочется это право как-то утверждать здесь. Мне хочется из этого места, наверное, обратиться к вам и предложить вам думать о своем развитии в психотерапии как о мастерской, в которой вы что-то пробуете, где есть разные краски, метафоры, где есть разные формы, где вы можете что-то собирать и потом разбирать, где вы можете это рассматривать и где вы можете приглашать кого-то, того же супервизора или тренера, посмотреть на то, что вы собираете, потому что этот другой человек даст еще какие-то идеи, как можно это что-то собрать, как можно что-то сюда еще внести. Когда я говорила на первой лекции о творчестве, я именно это имела в виду. Я не имела в виду какой-то безграничный процесс, когда мы льем литрами зеленую краску куда-то там, не знаю, что-то еще такое делаем. Я имею в виду какое-то очень тонкое сотрудничество, где есть возможность для увиденности друг друга, где можно открыть свой импульс и свое желание, и где желание другого не замещается моим желанием. Я вижу своего клиента, и я пытаюсь открыть в нем его импульс, но не насадить ему свой импульс. А, ты, наверное, вот это хочешь? Давай я тебе вот это дам. Какой я хороший терапевт. Я еще знаю, еще пять техник, которые еще тебя от этого избавят. Пожалуй, 40 минут, и нам нужно немножечко закругляться. Тема, конечно, неизбывная, бесконечная. Я думаю о том, что, да, нам, терапевтам, и людям, и родителям, нам важно, действительно, я возвращаюсь к этому, не стремясь к развитию, стремясь к тому, чтобы стать хорошим терапевтом, оставить место тому, что я все равно человек, я все равно въязвим. Я могу страдать, я могу стареть, я могу дряхлеть, я могу забывать. Мне может быть неловко, у меня что-то не получается. Я могу быть вместе с другим, и я при этом имею право на жизнь. То есть я имею право на жизнь. Это какие-то возможные вещи. И еще мне хочется сказать, что я думаю, что настоящее развитие терапевта требует годы. И я не думаю, что можно за три года, за четыре года очень быстро скакнуть и где-то оказаться. В моем опыте это занимает может быть десятилетия, или даже десятилетия. В каких-то моментах я только сейчас какие-то вещи стал понимать. Хотя я работаю уже очень-очень давно. И я понимаю, какой-то путь сложен, поэтому мы и здесь. Поэтому я хочу сказать, что я и коллеги готовы быть с вами, сопровождать вас в этом сложном, в сложных моментах. Ну, наверное, то, что я хотела здесь сказать, я, пожалуйста, остановлюсь, чтобы хочется добавить или спросить, как-то отозваться. Я хочу поблагодарить вас за эту лекцию. Она какой-то очень такой чувственная и была трогательная. Я смогла это заметить. И это меня очень поддержало в контексте темы нарциссизма, потому что можно правда оставаться человеком, который чувствует. У меня такой вопрос. Я пыталась уловить вашу мысль, но я ее не уловила. Как правильно, в общем, как найти этот баланс развития в соцсетях? То есть если... Я учусь еще. Здесь я как клиент, я учусь на второй ступени, но у меня уже есть практика. И вот я каждый раз ищу этот баланс. Вот как совмещать вот эту свою потребность какого-то самопредъявления и в то же время чтобы это было не чрезмерно. Мне интересно ваше мнение. Мне кажется, это... Я не знаю. Честно. Честно, я не знаю. Я, знаете, я столько вижу каких-то разных форм в этом плане. Кто-то разделяет личные аккаунты профессиональные, например. У меня есть профессиональные аккаунты в Инстаграме, я не выкладываю. Ну, то есть там исключительно афиши каких-то мероприятий. И вот это так. На Фейсбуке это какие-то, ну, можно сказать, репортажи о событиях. При том, что это репортажи о крупных событиях. Ну, это я так делаю. Допустим, это может быть интенсив или какой-то международный большой проект. Но я никогда не делаю, например, я никогда не пишу о том, что вот я возвращаюсь домой и думаю о том, какой сегодня прошел день. И у меня были какие-то клиенты и я думаю о таком-то переживании я никогда этого не делаю. И я считаю, что этим я могу ранить своих клиентов. Я также никогда не пишу после групп, сколько бы я ни провела групп, я вот, на самом деле, но после групп я никогда тоже ничего не делаю. Это мой взгляд. Я его, просто вы меня спросили, спасибо вам большое, но я его не не навязываю. Естественно, вот. Я не пишу о группах тоже, потому что я думаю, что что-то должно остаться внутри группы. Если эти люди, они более свободны, чем я в этом плане. Если человек хочет что-то сказать, он скажет, но я себе такой возможности я отказался. Но это вообще целая тема, то что я подняла и вы подняли, там как-то сфокусировали. Это прям тема каких-то, не знаю, круглых столов, наверное, да? Может быть, даже конференций. 45 минут, нам надо остановиться. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо.